Я уже готовился к торговле по иенам, потому что я знал, что в пятницу может быть очень горячо. И вот сегодня мы как раз разберем сигналы, сделки, которые у меня были. Одну из них вы прямо сейчас увидите в реальном времени, короткий отрезок, потом мы уже подробно разберем все правила. Мы видим выше у нас еще работает тренд-сканер, потрясающий по качеству сигналы. Да, сейчас идут прямо сейчас в реальном времени у нас есть сигнал на покупку. Просто трудно удержаться от ситуации, которая очень четкая, ровная, имеет высокие шансы оказаться прибыльной. Посмотрели? Отлично. И это валютная пара фунт-иена, минутный график 26 апреля. Сделка на покупку. Я понимал, что к этому моменту вот здесь моя покупка. К этому моменту я понимал, что фунт-иена и вообще иена слабая. То есть покупатель главный, вне всяких сомнений. То есть если посмотреть, что происходило с иеной, мы увидим, что был в начале дня вот как раз данные по процентной ставке. Полетели наверх, полетели наверх. И потом вот этот обвал, когда мы дошли до каких-то невероятных высот, цену сбросили. Но потом она мгновенно восстановилась. И оставалась консолидация, ничего не происходило. Но при этом рынок был бычий, потому что мы, во-первых, не обновляли никаких важных минимумов. То есть цена торговалась преимущественно вверх. И уже к вечеру я такой смотрю, бум, у меня на радаре появляется опять иена на бай. Я думаю, ну нифига себе, куда растем? Да, уже и так выросли, уже вечер. Что, не наелись, что ли? И я посмотрел. Естественно, когда ты такое видишь, что у тебя сигнал на покупку на абсолютных максимумах последнего времени. Там какой, 2016 год, по-моему, максимум был по фунт йене. Естественно, у тебя могут быть такие, ну, страхи, ну, типа, не, не, не пойдет. Не, 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 уже и так дорого. Но, как показывает практика, если цена делает новый максимум, и жди еще более высокий максимум. Тем более, настолько горячий рынок. Но важно не то, что цена обновила максимум. На самом деле, это не так важно для меня. Для меня важно вот один параметр. Давайте, наверное, мы это запишем с вами. Я прям запишу. Это скорость, скорость изменения цены. Скорость изменения цены. И вот здесь произошло то событие, которое происходит нечасто. Фунт йена, начиная вот от этого минимума, то есть от старта вот этой всей волны, до сюда, примерно за 40 минут прошла почти 100 пунктов. За 40 минут 100 пунктов. Буквально такой великанский шаг, как будто пришел колоссальный объем. Буквально катком прошлись по продавцам и по всем вот этим уровням, которые мы видим слева. Вот они, абсолютные максимумы, которые сформировались в тот же день. И в тот же день эти максимумы обновили уже к вечеру ближе. То есть мы видим, насколько сильны настроения быков здесь с точки зрения технического анализа. То есть мало того, что мы обновили уже новые максимумы, то есть еще выше цена пошла. Мы это сделали на очень резком, вот этом, с очень резким таким напором. И вот для меня это очень важно. Скорость изменения цены, когда мы за меньшее время, вот время, проходим очень много пунктов. То есть за меньшее время много пунктов. Иногда бывает цена стоит в коридоре, там, скажем, ходит 10 пунктов в течение часа. А иногда за 10 минут цена проходит там, не знаю, 30, 40, 50 пунктов. То есть вот это меня интересует. Момент дисбаланса, момент вовлеченности трейдеров. Потому что здесь вот, например, да, рынок хороший, трендовый, но вовлеченности трейдеров нет. Скорость изменения цены слабее. Никаких уровней здесь цена не пробивает, она находится в стадии баланса. А на балансе мы не зарабатываем деньги, нам нужен дисбаланс. То есть перехват инициативы. И вот здесь мы видим, что инициатива всегда была в руках покупателей, ну, в течение последнего времени по иенам. Фунт иена, евро иен, доллар иена. И вот здесь это был просто такой нокаут. И когда я это увидел, я понял, что у меня очень хорошие шансы заработать деньги. Мне робот показал эту ситуацию, вы тоже это видели на коротком вот этом видео, да, коротком отрезке. Я понимаю теперь, как купить. Все понятно, все, бай, вопросов нет. Никаких вообще. Теперь как купить. И когда цена идет вверх, формирует импульс, мы знаем, что лучшая сделка в подавляющем большинстве случаев это коррекция или пауза. То есть когда рынок немножко отдохнет, потому что он набрал очень резкий-резкий-резкий ход, так не будет цена расти. Она скорректируется в подавляющем большинстве случаев. И теперь вопрос, куда? Где-то место, где я могу, скажем так, зацепить этот тренд, да, зацепиться как прицеп и на скорости дальше поехать. Потому что лучшие коррекции, они будут небольшими. То есть вот у тебя импульс, небольшая коррекция, если даже 30% нет от всего вот этого движения. И лучшее место для покупок на коррекции по тренду вверх, это белые точки волатильности. Вот они идут, вот они идут, вот они идут. То есть каждый раз корректируясь к белым точкам волатильности, в таком сильном тренде у меня будут очень высокие шансы на успех. И более того, будет хорошее соотношение тейка к стопу. Потому что вот это лучшее место. Не когда цена прет наверх, а когда она скорректировалась, скорректировалась, скорректировалась и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, я купил здесь, вы видели это, я даже купил с небольшим опозданием. Здесь я забираю тейки и дальше это не вошло в эфир. Я начал еще покупать. Это выглядит странно, Аркадий, посмотри, время, ё-моё, 20 там с лишним часов по Москве, по Москве, пятница, иди на дачу. Отдохни. Но на самом деле нет, потому что это редкая очень ситуация на рынке, когда настолько этот рынок очевидный. Деньги, как я говорил, лежат на столе. Тебе просто их надо вот так взять, даже не напрягаясь. Но 90% времени тебе не то, что надо напрягаться, тебе надо очень быть скиллфул, как перевести. Не могу перевести, замкнул. Очень оснащенным, я не знаю, одаренным, да, с достаточным количеством навыка. Да, забыл одно слово, которое как раз соответствует этому, приходится придумать. Короче, ты должен быть достаточно мастеровитым, вот, скиллфул мастеровитым, должен быть достаточно мастеровитым, чтобы 90% времени, скажем так, контролировать свои эмоции, контролировать риск. Потому что реально большую часть времени на рынке практически нет шансов заработать. И это действительно очень-очень трудно. Поэтому, когда говорят, трейдинг сложный, он действительно сложный, очень большое количество времени. 90% плюс-минус. И лишь небольшое вот это окошечко, вот такое окошечко, вот такое окошечко есть на рынке, когда ты можешь не то, что заработать деньги, а заработать огромные деньги, большие деньги, при этом не напрягаясь вообще. Но если ты тратишь время, как я говорил в предыдущих своих видео, на попытки что-то там из рынка извлечь, или пытаться торговать свои сигналы, когда рынок не готов, то есть он не горячий просто. В холодном рынке ты пытаешься свои сигналы применять. И это не будет работать, и ты будешь разочарован своей системой, своим методом, я не знаю, стратегией. Пойдешь к другой стратегии, возьмешь другую стратегию, ее же будешь применять в сонном рынке, опять терять деньги, потом скажешь, что все, это шляпа, не работает, трейдинг вообще, это лохотрон один глобальный. И почему это происходит? Ну потому что, большую часть времени, еще раз скажу, это действительно очень сложно, я бы даже сказал, в какой-то степени это невозможно заработать, то есть нет, скажем так, основы для того, чтобы зарабатывать деньги, большая часть времени на бирже. Но есть, я говорю, узкое окно, 10 примерно процентов, когда ничего буквально не надо делать, если ты знаешь свои правила, безусловно, у тебя все на месте здесь, да, ты знаешь первое, второе, третье, что тебе нужно делать, у тебя риск в порядке, риск менеджмент, money management, да. То для тебя это не составит труда, но ты должен быть супер-мега терпелив. Я продолжил торговать, потому что я понимал, что это мой рынок, никому не отдам, это мой рынок, и рынок делает еще один импульс, бум здесь. И опять коррекция куда? К ценности, снова лонг, резкая реакция, снова тег, причем я здесь не оставался в позиции, например, как мы иногда делаем с трейдерами, то есть мы остаемся в позиции, двигаем стоп, например, по точкам. Я посчитал, что это не лучший способ для меня, я предположил, что лучшим вариантом будет зайти, забрать тейк, выйти, а потом, может быть, еще раз зайти. За последний месяц у меня было три торговых дня активных, где реально очень много профитов, и остальные дни это нулевые дни, либо я просто там не торговал, либо это с небольшими лоссами, все. Все. И так было есть, и останется. Именно вот эти два-три дня в месяце будут решать судьбу, будут делать кассу. Если вы торгуете на часовых графиках, такая же история, для вас одна неделя определит месяц, или одна неделя может определить два-три месяца. Но ты должен быть к этому готов, в первую очередь, ментально. Не разбазаривать свое внимание, свою энергию, свой объем, да, именно деньги, да, на то, что, ой, у меня сигнал, у меня сигнал. Не может быть столько сигналов хороших, не бывает на рынке. Хороших сигналов много. И мне иногда третий пишет, Аркадий, что-то у меня мало сигнала. Так ты заинтересован в сигналах или заинтересован в извлечении профитов? И порой бывает очень трудно, ты можешь сидеть два часа, и у тебя ничего нет, ты без сделок идешь, там, да, обратно заканчиваешь торговлю, там. Но это очень хороший навык, уметь терпеть, ждать своих возможностей. Давайте посмотрим еще другую валютную пару, тоже из иен, это доллар-иена. Там везде одинаковая картина, вообще они как будто скопировали друг у друга. Вот видите, тоже, я даже переключился, вы не видите разницы никакой. То же самое. То есть, вот здесь выходят новости, вот здесь 6 утра, по-моему, да, было около 6. Да, рынок взлетает в моменте, взлетает на 60 пунктов. Это довольно много. Да, потом замерзает, все, ну, потому что азиатско-тихоокеанская сессия слабее. На открытие Европы начинается какой-то движ небольшой, и потом ба-бац, валится рынок. Посмотрите, какое быстрое восстановление, просто тук-тук, все, даже как будто ни в чем не бывало. А некоторые трейдеры, возможно, кинулись продавать, потому что, ну, все, там вершина какая-то, да, глобальный максимум, все, все, иена пошла обратно. Да, и тут же она идет в рост. Вот, и здесь тоже были сигналы, но я не участвовал здесь. Ну, видим одно и то же. Одни и те же сигналы, вот они, коррекция к ценности, коррекция к ценности. То есть, по факту, сам сигнал или стратегия, которую ты применяешь, нужна тебе лишь для того, чтобы определить хорошее место, хороший момент входа уже в рынке, который горячий. И вот в моем случае горячесть рынка и сам сигнал определяют вот эти два сканера. Это тренд-сканер, который находит лучшие ситуации по тренду, вот то, что мы видели по фунт-йене, и смарт-сканер, который находит лучшие ситуации на разворот. И вот мы в предыдущем видео, если вы не смотрели, ссылка в правом верхнем углу, мы разбирали сигналы по этому алгоритму. Все. То есть, я торгую развороты по смарт-сканеру, по тренд-сканеру, тренды. Эти алгоритмы, во-первых, имеют ключевые фильтры определения, горячий рынок или нет. Соответственно, все вот эти, всю шелуху, все эти слабые графики уходят в сторону. То есть, мое внимание сосредоточено только на наиболее горячих рынках. Первое. А второй момент, очень важный, то, что в этот сканер, в эти сканеры уже встроен и сигнал. То есть, это и алгоритм, который определяет, робот-советник, да, который определяет состояние рынка, холодный, горячий. Ну, понятно, холодный тебе просто не показывает, горячий только показывает. А второе, он в этом состоянии рынка уже находит для тебя сигнал. И показывает в таблице уже готовая информация. То есть, он выполняет аналитическую часть и техническую часть. Это очень важно, потому что ты не можешь торговать тупо сигнал без аналитики. Аналитика – это определение состояния рынка. Ну, по совести совсем просто. Горячий-холодный рынок, все. Только нужно для себя определить критерии. Ну, что я подразумеваю под горячим рынком, а что под холодным? Как мне их отсеять? Потому что, если не отсеивать, а торговать по системе любой, в условиях холодного рынка, любая система не выдержит. Будет слив. Поэтому нужно заложить определенные фильтры. Как мы вот понимаем, этот горячий, а этот холодный. Это мы сегодня торгуем, а сегодня не торгуем. Сегодня торгуем золото, завтра там нефть, например. Как мы это понимаем? Какие у нас критерии отбора? Это очень-очень важно. И тогда вы будете торговать намного меньше. И за вот это меньше будете делать намного больше. То есть, ваша продуктивность, ваша эффективность вырастет. А не так, что, как большинство трейдеров, как я, я через это все проходил. Я просто приходил на рынок и открывал график. О, так, моя методичка. Что у меня в правилах написано? Так, у меня в правилах написано. Ага. Так, первое условие есть. Второе условие есть. Это в лучшем случае, если есть правило. Все, отлично, совпало, вхожу в рынок. А что, какой он горячий. Есть ли катализатор? Есть какие-то драйверы, триггеры? Если другим трейдерам это вообще интересно, это иена или золото, нефть, там Сбер, Газпром. Не знаю, смотрю, что вы торгуете. Интересно другим трейдерам? Им хочется здесь работать? Они здесь вообще что-то делают? Если нет, у тебя нет никаких шансов. Ты можешь там поймать какую-то копеечку с рынка, взять там скальп, я не знаю, соскрабировать что-то. Чуть-чуть там, ну, которое тебе просто покажет, что ну да, круто, я там заработал быстро скальпингом. Копеечку взял и вот кажется, что вроде что-то получается. Но по факту это чисто такое, ну, это не влияет существенно на результат. Это просто приводит к повышенной активности и ощущению, что ты трейдер, что ты торгуешь и что-то понимаешь. А по факту анализ и внедрение всех стратегий систем должны быть только в волатильном и активном рынке. В общем, если вам интересно, скажем так, попробовать мои инструменты, тренд сканер, смарт сканер, всю торговую систему, то ссылки я оставлю под этим видео, переходите, выбирайте, что вам подходит больше и увидимся в новых тренингах, в новых видео. Ставьте лайк, кстати, если вам нравятся такие обзоры и до связи, пока.